ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Друзья, я приветствую вас в Мора-блоге. С вами Мора, и... Вы зрители Мора-блога? Какая вершина логики. Я силён, силён, да. И давайте начнём с того, что, несмотря на то, что я сижу в своей студии и записываю свой Мора-блог, сейчас, скорее всего, я нахожусь в городе Санкт-Петербурге, и если там солнечно, если там тепло, и если у вас есть время, и если вы живёте в Санкт-Петербурге, то пойдёмте играть во фрисби. Ну, или волейбол. Как хотите. Ну, типа солнце, типа движение. Я люблю солнце, я люблю движение. В этот раз я опять-таки начну с такой части, где будет побольше видео, поэтому... Давай я тебя похвастаюсь. Мы с Мэри Джейн сняли видичку. Это экранизация маленького фрагмента тошноты с Артера, и в какой-то веке это серьёзное видео. Если мне память не изменяет, то последнее серьёзное видео, которое мы снимали с Мэри Джейн, это был In Money Bus, где был не очень хороший звук, которому уже полтора года, который у нас была мысль переснять, но вряд ли мы это сделаем в обозримом будущем. Видео, скорее всего, на данный момент находится в процессе монтажа, потому как мы заварились и на музыку, и на оформление, и на всё-всё-всё. Поэтому в скором времени вы будете иметь радость и лицелерить его. Но чтобы не просто разговаривать, не просто говорить, давайте я вам покажу пару фрагментов о том, как оно снималось. Но это будет не полный бэкстейдж, потому что я обещал Мэри Джейн, что полный бэкстейдж будет выложен только через месяц после самого серьёзного видео. Смотрите. Погнали. Я прям фэшн чувствую себя. Давай, юрод. Пнуть теперь. Ловили на себе. Трусики. Счастливая, 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 сексуальная. И мы с Анней, входя в какое-нибудь кафе на Пикаделле, в бар, в пизнушку. Закусочная. Харчев. Скоро у них будет одна жизнь на двоих. Впишённая всякого смысла. Но они этого не заметят. Очень странный новый опыт. В прошлый раз я ещё забыл похвастаться тем, что у меня теперь есть ещё одна крутая заставка. Она, наверное, в... да. Вот. Я тоже её очень долго делал. Я думаю, она вам тоже понравится. И... И, наверное, что-то ещё я забыл сказать. Но... Whatever. Дорогие друзья, в прошлый раз я не успел с вами обсудить одну такую довольно интересную и затронувшую меня тему. Сколько раз вы слышали в переписке, что вам говорят «Чувак, это ненормально». Чувак, то, что ты делаешь, это ненормально. Так одеваться ненормально, так делать ненормально. Ту музыку, которую ты слушаешь, слушать ненормально. Это и есть ненормально. Ну вот смотрите, какой парадокс. Если вам за 20 лет, если вы на каком-то семейном торжестве, там застолье и там гулянка, а вы не пьёте, вообще не пьёте, вас спрашивают «С тобой всё в порядке? Ты закодирован?» «Ты, наверное, в секте?» «С тобой всё в порядке?» «Ты болеешь?» Очень-очень-очень трудно доносить мысль, что ты просто не пьёшь, потому что это нормально. После этого у меня как раз таки всплыла в сознании мысль о том, что возможно не стоит нам с вами использовать термин «норма» в принципе, потому как довольно более адекватная замена термину «нормально» — термин «естественно». Не пить алкоголь вообще — это естественно. Не употреблять наркотики вообще — это естественно. Заниматься спортом — это естественно. Самовыражаться, заниматься творчеством — всё это очень естественно. И в канву вот этого самого разговора о нормальности и ненормальности, дорогие мои зрители, за все свои долгие два года жизни я не встретил ни одного нормального человека. Да, пожалуй, я немножко креплю душой, я встретил только одного нормального человека за все эти долгие годы. Да, возможно, это моя большая проблема, но я правда считаю себя самым заурядным, самым простым и самым понятным человеком, живущим на этой земле. Так уж сложилось. А все остальные, они безумны и ненормальны, но в какой-то своей степени. А так как на этой планете нормальных людей нет, то, возможно, стоит найти кого-то ненормального, но пришибленного на голову именно в том же месте, что и ты, и тогда ты будешь счастлив. Будьте ненормальными, ищите таких же ненормальных, как вы, будьте счастливы. И на этой замечательной ноте я буду прощать... Ахахахаха! А вот и не буду я с вами прощаться. Я, как и обещал, расскажу немножко о фильме. Так уж сложилось, что один из лучших фильмов, который был снят за всю историю человечества, я посмотрел совсем недавно. Речь пойдет об экранизации романа Стивена Кинга «Зеленая миля». Я очень надеюсь, что большинство моих зрителей уже смотрели этот фильм. Но те, кто не смотрел, прямо сейчас выключайте Мора Блок и бегите его смотреть. Но те же, кто хочет сначала услышать мои комментарии... Во-первых, друзья, я посмотрел фильм. На следующую же ночь я осилил книгу. Это один из тех немногих фильмов, которые полно раскрывают глубину человеческой души. Для фанатов творчества Стивена Кинга, к которым имею радость относить себя и я, это будет просто поразительным опытом, потому как это действительно глубочайшая драма. Это действительно очень жесткая драма. Фильм просто изобилует кинговским юмором и кинговским гуманизмом. Там и море сарказма, и в то же время очень нелицеприятное смакование Кингом каких-то очень физиологических подробностей казни в частности. Я, честно говоря, не совсем представляю, сколько по времени я опять занял в этот раз. Ну и, подводя итог всему, что я уже сказал, коронизация романа «Зеленая миля» Стивена Кинга, снятая в 1999 году, это один из самых лучших фильмов, что мне довелось посмотреть. И я смею утверждать, что это один из лучших фильмов, которые были сняты вообще. Напоследок замечу, я очень, 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 не хочу, чтобы вы считали меня ондругиным, но я рыдал как девчонка там то ли пять, то ли шесть, то ли семь раз, потому как это очень глубокая драма. И на струнах моей души этот фильм играл просто как Стив Вай. Дорогие друзья, позвольте мне на этой ноте закончить 13-й выпуск Мора-блога Я надеюсь, что вам понравилось С вами был Мора Специально для Мора-блога и всех вас